В Турции прошел 31 межконтинентальный заплыв через Босфор, пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное море с Мраморным. В заплыве приняли участие более 200 с половиной тысяч пловцов из 51 страны мира. В числе участников 69 белорусов, включая и новополучанина Юрия Обухова. На такой поступок новополучанина вдохновила известная белорусская телеведущая и блогер Анна Бонд, которая в прошлом году, как и в этом, была участницей межконтинентального заплыва. Еще полгода назад Юрий даже не умел плавать, но благодаря усиленным занятиям с тренером Дмитрием Козилом преодолел маршрут длиной 6,5 километров с результатом 1 час 17 минут 42 секунды. В игре 15-го тура Первой лиги чемпионата Беларуси по футболу новополучкий Нафтан встретился со светлогорским химиком. Уже на восьмой минуте счет открыл новополучкий футболист Дмитрий Томела. В завершении тайма еще один мяч прилетел в ворота химика. Во второй половине игры Нафтан продолжил результативные атаки. Дважды поразил ворота соперника. В итоге новополучкие футболисты разгромили светлогорский химик со счетом 0-4. На данный момент Нафтан занимает седьмую позицию турнирной таблицы на первой Смолевичи. Теперь после месячного перерыва Первой лиги Нафтан встретится с Лидой. Воспитанник с Дюшор Олимп Дмитрий Баранов принял участие в 1-4 финала чемпионата мира. Бои по правилам ТНА на кубок Татнефть в Казани. Дмитрий на турнир попал по замене бойца, получившего травму. Соперником новополучкого кикбоксера стал Сергей Пономарев из России. Уже в первом раунде нокаутом Дмитрий одержал победу над российским бойцом.